Добрый день, это Клуб Спелскейпе. Сегодня у нас будет обзор новой модели студии МакКвей из САЛА и ТЬМА, САЛА и ДАРКНЕСС. Модель, как и прошлая, поставляется с таким вот сертификатом. Прошлая модель была также сделана Яником Хенебом, только на этот раз он является и художником, который создавал концепт, и самим скульптором. Сейчас мы посмотрим саму модель. В принципе, эта модель состоит из композиции из двух моделей. Одна из них это такой вот монстр под названием ТЬМА. Он идет с декоративной подставкой, таким вот образом крепится. И вторая часть этой модели это сама ИСАЛА. Сказать, скорее всего, это Альфика, если смотреть по ушам и в общем по одежде. Можно сказать одно. Тут полностью то же самое, что и с другими моделями Яника Хенеба. То есть, вы видели их в Infinity, вы видели во многих других фирмах, для которых он делал свои модели. Это очень большое внимание к деталям, очень хорошая проработанность и очень высокая детализация. Эта модель очень тонкая, поэтому сразу говорю, явно не предназначена для частого переноса, потому что вот, вы видите, она сделана вся целиком из эпоксида, все самые тонкие детали. Получается, здесь, если их правильно разместить, то как бы вот эти части сопоставляются и словно тьма выходит из, призывается, выходит из посоха ИСАЛА. Модель, если вы видели прошлые, модели лесной эльфийки и другие модели студии Маквей, в принципе, эпоксид тот же самый, обработка практически последующая, которая вам нужна будет перед покраской, практически минимальная. Но все-таки она требует внимания к деталям и тут есть еще одно дополнение, в отличие от других, там не было фиксированного установки, куда надо устанавливать модель, здесь она есть. В принципе, поскольку здесь как бы рассчитано расстояние от посоха, вот рука идет, от посоха до модели тьмы, то если даже мы их приложим, то тогда просто понятно, зачем такая разметка была произведена. Просто для удобства, чтобы не путаться, куда правильно размещать эту модель. Ну и также идет стандартная подставка, на которой размещается уже в свою очередь сама композиция модели. Модель, если говорить о размере, это в принципе, сейчас мы посмотрим, да, это практически 20, ну в общем-то 30 миллиметров, 32, то есть типичная для других моделей, то есть это 30-32 миллиметра размер человеческой фигуры. В принципе, эта модель коллекционная, так что здесь нельзя ее расположить точно в какой-то игре. Вы, конечно, сможете использовать в играх, которые не применяют размеры определенных подставок, как в ролевых или каких-то еще, но в каких-то строевых играх, как Warhammer или King of War, вы не сможете ее применить, просто потому, что размер подставки совсем другой и, ну разве что вы замените саму вот эту вот нижнюю базу или же будете использовать отдельно и салу без тьмы. То есть такое тоже возможно, это уже каждый человек сможет сделать по-своему. Модель очень хорошая, поэтому, если вы действительно любите такие вот магические создания различные, просто очень хорошие детализированные модели, эта модель для вас, потому что по качеству пока что Маквей один из самых лучших, кто делает модели из эпоксида. Соответственно, это подкрепляется еще не просто качеством изготовления, но и качеством литки. Также хочу еще дополнить, вот если говорить из прошлого, вот так выглядит собранная модель Идхара Модос. Как мы видим, когда модель уже собрана, это совсем другой вид. То есть вы можете также предположить, что если полностью собранная, полностью покрашенная модель студии Маквей, это будет очень хорошая и очень красивая модель, которая дополнит любую коллекцию. Если вам интересны другие обзоры, можете заходить на наш сайт, обмениваться мнениями на нашем форуме. Мы всегда будем вам рады.